Около 17 тысяч деревьев и кустарников уже высадили в Волокжане в этом году. Городской экологической акцией присоединились предприятия, ТОСы, социально ответственные бизнесы, учебные заведения. Очередными участниками проекта «Зеленый город» стали представители молочно-хозяйственной академии, а также специалисты федерального оператора сотового связи. О том, как Вологда превращается не только в цветущий, но и зеленый город, расскажем в следующем материале. Подержи, Катюн, Тюма, подержи. Лида – будущий ландшафтный дизайнер, но за ее плечами уже десятки акций по благоустройству. Все приурочены к значимым событиям – 70-летие победы, весенняя неделя добра в Молочной академии. И вот теперь проект «Зеленый город». Каждому высаженному дереву у девушки особое чувство. Мы даем жизнь им и стараемся ухаживать, все равно смотреть за ним. Гордость испытываю за то, что делаю мир чуть-чуть красивее и зеленее. Село Молочное заиграет яркими красками уже через год. На территории вблизи Академгородка студенты разбили кленовую аллею. В ход пошел собственный посадочный материал. Все деревья выращены в гендрологическом саду вуза. Всего 37 кленов двух видов – генала и астролистный. Осенью будет такая шикарная, богатая цветовая гамма. Один клен дает желтый цвет в листве, другой – красный. К тому же один клен выше, больше, другой чуть пониже. Кленовая аллея появилась благодаря городской экологической акции «Зеленая волна». Молочная академия приняла эстафету от ТОСа «Водники». Его активисты высадили 30 дубов во время общегородского субботника. В свою очередь студенты призвали к посадке деревьев в компанию «Теледва». Ее представители высадили саженца в сквере на улице Костромской, неподалеку от своего фирменного салона. Социальная ответственность – важная часть работы оператора. Он регулярно проводит различные акции, как в Вологде, так и по всей России. На прошлой неделе стартовал конкурс социального предпринимательства «На встречу переменам». Победитель конкурса получит грант на реализацию своего проекта, нацеленного на решение одной из социальных проблем в регионе. Одним из победителей прошлых лет стал хорошо известный Вологжану детский книжный автобус «Бампер». Поддержка образовательных и молодежных инициатив в благоустройство – разное проявление социальной ответственности. Бизнес передал экологическую эстафету проекта «Зеленый город» жителям дома Пакирова 57. За 12 дней акции в Вологжане высадили уже более 600 деревьев и кустарников. Всего же в этом году в областной столице появилось около 17 тысяч новых насаждений. Еще 3 тысячи деревьев посадят до конца октября. Такую задачу поставил глава Вологды Евгений Шулепов. Присоединиться к проекту «Зеленый город» может любой вологжанин. Мария Поздеева, Александр Спиричев, Михаил Прищев, Вологды Портал.